Вышла замуж за миллионера, но в итоге осталось ни с чем. История отношений Ольги Кабо и Николая Разгуляева. В 2009 году заключили брак актриса Ольга Кабо, состоятельный бизнесмен Николай Разгуляев. 41-летняя Ольга Игоревна, которая имела за плечами опыт брака отношений с женатыми мужчинами, караченцев, иншаков, казалось вытянула счастливый билет. Но не спешим ей завидовать, жизнь с очень богатым человеком отнюдь не малина, как мы видим на примере российских и зарубежных знаменитостей. Там, где большие деньги, там почти всегда есть место, психотравмам, различным девиациям, обидам и предательствам. Прекрасная пословица, богатые тоже плачут. Как раз об этом. Тому, кому много дается, с того и много спросится. Итак, Ольге Игоревне было едва за 40, за спиной имелись яркие роли, известность на всю страну, негласное звание символа 90-х. От первого брака с Эдуардом Василишиным подрастала дочь, Татьяна, ей было 10 лет. Николай Разгуляев перед встречей с Ольгой около семи лет жил в одиночестве. Его вполне устраивали редкие встречи с женщинами, менять что-либо он совсем не собирался. Но однажды, встретив Ольгу, постоянно возвращался мыслями к ней. Тот яркий взгляд, добрые глаза, мимолетная улыбка. И понял, что хочет пообщаться с этой женщиной. Николай человек довольно конкретный, поэтому принял решение и начал действовать. Для начала он разузнал информацию о Кабо. Она одинока, 9 лет назад разошлась с мужем, одна воспитывала дочь. Казалось, всего лишь надо найти общих знакомых и организовать случайное знакомство. Так и вышло. А дальше романтика и красивые ухаживания, перед которыми не устояла бы, наверное, ни одна женщина. Очень быстро Ольга вместе с дочерью Татьяной переехали к Разгуляеву. Начало их отношений напоминало романтический фильм. Тем более удивительно, насколько скандальным и жестоким было их расставание спустя 10 лет. В 2012 году на свет появился общий сын Виктор. Разгуляев уже в прошлом был женат, и у него было три ребенка. Но они жили с его супругой. Он очень серьезно относился к воспитанию детей и не жалел для них финансов. Но вот с детьми Кабо вышло все немного иначе. Что стало тому причиной? Возраст, какие-то личные проекции. Точно сейчас уже никто не скажет. Уже после развода Ольга намекнула журналистам, что муж был деспотичен по отношению к ее дочери от первого брака Татьяне. Очевидно, что попадись им в начале семейной жизни опытный семейный психолог, все могло бы пойти иначе. Татьяна была подростком и новый отчим, новый дом, рождение младшего брата. Все это свалилось на нее таким испытанием. Разгуляев был очень требователен к молодой девушке. Стратегия отношений, новый муж, ребенок – это отношения друзей, где он старший друг, но не надзиратель. Никакого авторитаризма быть не должно, но в случае Разгуляева он имел место быть. Ольге больше не нужно было быть сильной и независимой. Она с удовольствием отдала пальму первенства своему супругу, только на том основании, что он мужчина. И такие отношения их устраивали целиком и полностью. Но там была еще Татьяна, о которой мама совершенно не думала. По крайней мере, со стороны так казалось. Отдельно стоит написать о Викторе. Мальчик стал поздним ребенком для своей матери. Она родила его в 44 года, но он не по годам развит. Уже в возрасте 4,5 лет Виктор давал интервью журналистам, мог свободно изъясняться на русском и английском. Позже он стал учеником элитной закрытой школы. Чуть более 10 лет счастливого, как казалось, со стороны Союза пошли прахом. Муж оставил некогда любимую супругу без всего. Нарочно ли он так сделал – неясно, но перед разводом он подал на банкротство. Вся элитная недвижимость, все совместно нажитое имущество не подлежало разделению, оно подлежало продаже в счет погашения долгов. В том числе и квартира, которую Кабо покупала на заработанные ею деньги. Начались изнурительные суды. В итоге Кабо отсудил алименты, размер которых соответствовал минимальному размеру по Москве около 17 тысяч рублей. На мой взгляд, это какая-то суперстранная ситуация. Но не верю я в то, что бывшие миллионеры могут остаться без гроша, да еще и подать на развод и при этом подать на банкротство. Какие-то странные совпадения. Что вы думаете по этому поводу?